Всем привет! С вами Юлия Ульянова. Заглянем в коробочку Video Insider Magic Box номер 12. Это праздничное издание. Как вы видите, здесь тортик с помадками вместо свечей. Очень такая прикольная идея. Вообще, такие наклеечки, они клали, по-моему, на Новый год, еще в каких-то коробочках. Это мило, конечно, но у меня как-то нигде не нашло применения. И если вы сзади что-то видите лежит, то считайте, что это такой спойлер к предыдущим видео. Либо к видео, которые уже вышли, потому что это те продукты, которые я купила недавно, и это будет у меня в покупках. Недавно вернулась из поездки, причем, которые некоторые видео у меня отложились. И я уже показываю вам обычные карточки, которые есть в каждой коробке. И на самом деле, у меня иногда спрашиваете, заказываю ли я следующие коробки, если у меня предыдущие. Я заказывала вообще все коробки. На сегодняшний день вышло 14 коробок, все 14 коробок я заказывала. Поэтому это номер 12, 13, 14. Точно так же ждите. Однажды они обязательно будут. Первое, что у нас есть, это шампунь и кондиционер Clorane. Здесь могли быть вариации. Кому-то что-то другое досталось. Какой-то другой шампунь. Мне достался этот шампунь и этот кондиционер. Это забавная линия антиэйдж средств для волос. И она давно, на самом деле, меня забавляет. Антиэйдж средства для волос. Я не знаю, что они там придумали. Пока, как я понимаю, единственное антиэйдж средство для волос это краска. Все остальное, какие-то проявления возраста волос, они не такие заметные. У некоторых людей могут быть тонкие волосы от рождения. Это с возрастом никак не связано. Тем не менее, вот шампунь полностью я использовала на мою длину волос. Вот сейчас у меня такие волосы. Этого хватило на три, по-моему, раза. Точно не больше четырех. Мне кажется, что три раза такого зеленого цвета был этот шампунь. На самом деле, мне сейчас как раз нужно было сменить шампунь, что-то сделать новенькое для волос. И это было очень вовремя, мне очень понравился шампунь. Когда я долго пользуюсь каким-то шампунем, бывает такое, что при смене волосы чувствуют себя лучше, чуть реже их нужно мыть. Вообще, периодическая смена шампуня на мои, по крайней мере, волосы действует очень благотворно. И вот такой вот кондиционер из той же самой линии. Его я также уже несколько раз использовала. И он такой очень питательный. Смотря на то, что это кондиционер, мне показалось, что это даже больше маска. Но у меня очень сейчас странная такая история, что когда я использую кондиционеры или маски, даже вот где-то не близко к корням, а даже вот где-то вот отсюда, то потом я наношу масло, какое-то средство, допустим, для укладки, и волосы уже на следующий день вот где-то здесь становятся очень жирными и грязными. То есть я сейчас вообще обхожусь без кондиционера, по большей части без масок. Я только использую масло марокканойл, либо у меня еще есть джошвуд, и сверху жидкий спрей, либо какая-то пенка. Вот я показывала вам набор лейбл М, они отличные, мне очень нравятся эти укладки. Во влоге недельки я об этом рассказывала, в 69-м, мне кажется. И вот используя эти средства, я вообще не пользуюсь ни масками, ни кондиционерами, поэтому в полной мере оценить вот именно кондиционер я сейчас вряд ли могу. Вот шампунь мне очень понравился, но он не был таким, вау, магическим, что я прямо сейчас сразу побегу и куплю его. Но в целом вот очень классный шампунь, такой достаточно легкий, и могу только позитивно его оценить. Дальше средство от Ультра Сьютиклс. Здесь могло быть одно из двух средств, либо просто увлажняющий крем, либо ультра такой увлажняющий, супер-мега увлажняющий крем. Мне достался вот такой вот, это супер увлажняющий, ультра-рич. Он должен увлажнять, должен снимать какие-то раздражения, покраснения, и в основном он, ну как бы основная, наверное, его фишка, и отличие от других, что его можно использовать после каких-то травмирующих процедур, и он такой успокаивающий. Мне кажется, что, несмотря на то, что бренд хороший, вроде бы у них и формулы хорошие, и отзывы они хорошие. И в принципе, если это норм за вот, например, 7200 рублей купить крем, то, конечно, это здорово-хорошо. Но с такой же задачей справится крем Толериан от La Roche-Posay, либо средство какое-нибудь от Avene. Поэтому именно для успокоения кожи мне это средство показалось, ну, необязательным, так скажем. Особого увлажнения, чтобы он увлажнял лучше, чем другие, я не заметила. Мне очень понравилось то, что этот крем хорошо впитывается. У него консистенция, вот такая вот у него консистенция. Он такой жирненький, распределяется, и через какое-то время впитывается. Есть такие кремы, которые очень быстро растворяются и впитываются. Этот действует чуть подольше, побольше в нем ухода, побольше увлажнения. Но тем не менее, он мне показался кремом для всех типов кожи, даже для жирных каких-то участков. Он не добавляет слишком такого вот тяжелого чего-то, чтобы был потом жирный блинчик. То есть для супер такого жирного, питательного крема, который рекомендуют для сухой, очень сухой кожи, это крем достаточно легкий. И даже для комбинированной кожи он неплохо подошел. Но единственное, что я как-то не заметила, чтобы у меня рука к нему тянула, чтобы мне хотелось воспользоваться снова и снова. Он обычный, хотя у меня нет именно таких потребностей, как, например, восстановиться после жестокого пилинга или еще что-то в этом вроде возможно. Вот если бы была нужда именно в этом, я бы его оценила. Дальше лак Энни. Лак Энни у нас уже был в коробке Beauty Insider, в какой не помню, и там был побольше. Здесь такая маленькая версия, по-моему, где-то год назад как раз, ближе к лету. И вот тот лак, он осыпался очень быстро. Я так и не стала им пользоваться, именно потому, что он очень быстро скалывался. И здесь я подумала, ну вот, во-первых, оттенок какой-то осенний, совсем не летний. А во-вторых, еще опять это подающий лак. Ну, на самом деле, этот лак держится очень долго. Вот этот лак 3-4 дня без сколов, как здесь написано, это правда, и может быть даже дольше. Первый раз, когда я тестирую лак, я вот прям до победного пытаюсь посмотреть, сколько он выдержит. И вот где-то на пятый день только один ноготь, здесь на указательном пальце, у меня был скол. И потом еще вот на этом пальце появился. Но на остальных ногтях сколов вообще не было. Но если вам этот оттенок интересен, Hot Like Fire, как он выглядит, то в видеокоробочке номер 11, кстати, о предыдущей, он на мне и в видеокоробочке Caroline Hirons Cult of Beauty, тоже этот оттенок на мне. На самом деле, он оказался каким-то более носибельным и более летним, чем мне казалось. И, конечно, невероятный плюс, что он так долго держится. Дальше универсальный крем SkinFood от Ville, да, он был вот в такой вот коробочке. Этот пробник 10 мл, у меня уже не первый раз, когда я пробую этот крем, он действительно клевый. Он очень жирный, очень питательный, это не такой какой-то легкий крем для лица. Вы можете, например, его использовать, если вы с мороза пришли или собираетесь на мороз. Либо в качестве мега жирного крема перед сном на руки, на ноги. И вот отлично работает. Смягчает кожу, если вот есть какие-то там раны, порезы, укусы, всяких комариков, то вот такого вот плана. Но за время пользования, и вот 30 мл у меня была упаковочка, и вот эти сейчас 10 мл, я не ощутила, что это must-have. То есть еще раз, следом, как закончилась первая упаковка, у меня не вызвало желание это купить его снова. То есть я спокойно без него обхожусь, очень много аналогов. Либо каких-то средств, которые не универсальные, и именно из-за этого они работают лучше. Именно вот в определенном каком-то направлении. Дальше увлажняющая подтягивающая сыворотка для лица Ultra HD Skin Booster. Это было интересно и странно немножко. Во-первых, очень хороший пробник. Было вот в такой коробочке, и вот такой вот пробничек. Это ровно так, как это будет выглядеть в большом варианте. Это я всегда очень люблю, мне кажется, это невероятно важно. Чтобы никто не умучился с пробниками, а все было удобно и вам нравилось. Вообще у Make Up For Ever вполне такие нормальные пробники. Здесь пипетка и вот такое средство. Мне кажется, что его будет незаметно, потому что оно полупрозрачное. Ну, практически прозрачное. Там есть такой легкий оттенок этой сыворотки. Я даже очень много нанесла, она вот прям распределяется. Хотя у меня здесь, конечно, крем до этого был. И некоторую суту это средство наводит тем, что называется оно сывороткой. Но на самом деле это праймер. И вот здесь в описании так написано. Можно наносить под макияж самостоятельно, либо смешивать с праймером, либо тональным средством. То есть это средство, которое будет придавать дополнительное увлажнение вашей коже, если смешать его с праймером, с тональным средством. Но очень странная вещь по поводу смешивания с тональным средством. Если это сыворотка, это должно впитаться в кожу, остаться каким-то определенным слоем. Если вы смешиваете его с тональным средством, мне здесь немножко непонятно, какого эффекта они планируют добиться. Я их использовала как праймер. И это очень хорошая вещь. И в принципе, ну, у Make Up For Ever классные продукты. Мне многие нравятся. Особенно серии Ultra HD, об этом я тоже говорила. И у них продукты качественные, при этом они чуть дешевле, чем мак. И чуть дешевле, чем какие-то там более профессиональные какие-то дорогие марки, при этом без потерь качества. То есть это не трехкопеечное средство, но и это не запредельные какие-то деньги. И вот если использовать это сверху крема, перед нанесением BB кремов, тональных кремов, то действительно фиксация лучше, лучше распределяется средство. Фиксация в плане того, что вы долго это носите потом. В течение всего дня все это остается у вас на месте. Средства лучше там накладываются друг на друга. Праймеры для этого и нужны. При этом этот праймер легкий. И дополнительного вот именно суперувлажнения я от него не заметила. Но от праймеров я замечаю отсутствие потери влаги немножко витеват. То есть если вы уже какое-то увлажнение нанесли, то праймер это закроет. И даже если сверху тональное средство, чуть подсушивающая пудра, то благодаря праймеру с кожей все будет лучше, чем без праймера. Но чтобы праймер сам увлажнял и действовал как сыворотка, по моему опыту это все равно недостаточно. Просто хочу подчеркнуть, что это очень своеобразное название для этого сыворотка. Я думаю, что это маркетинг и увлажнение от этого ждать тоже не стоит. Мне кажется, что он просто удерживает все на месте и даже как-то балансирует в плане того, что жирные участки, они становятся мега жирными. Сухие участки не становятся мега сухими в течение дня. Моя комбикожа, она может рассказать вам все о средстве для сухой и для жирной кожи. Тут даже еще написано, что это еще и скин-бустер. Странно, что не написано, что это еще что-то биби и с экстрактом чего-нибудь волшебного. Следующее средство. Реконструирующее масло с сферным маслом и ланг и ланг, секрет профессионал. Это средство, которое прошло мимо меня просто потому, что оно не попало в список моих потребностей. Если у человека очень чувствительная кожа головы, если есть перхоть, если там зуд возникает, то есть человек вот ходит, у него голова чешется, любые деньги, все что угодно, вот лишь бы это просто перестало мучить. Вот это я понимаю. То есть человек берет, он начинает этим лечиться, начинает что-то пробовать, для этого нужно. Поэтому вот одежка, которая это очень рекомендует, у нее как раз есть какие-то с этим вопросы сложности, она это оценила. Но также как бы здесь предполагается, что раз в неделю мы это наносим на кожу головы, для того, чтобы это вот просто улучшало состояние кожи головы, естественно, это для волос полезно, я с этим совершенно согласна, что нужно какие-то средства для того, чтобы дополнительно очищать кожу головы, применять, возможно, и масла, и еще что-то, но вот это жутко неудобно. Здесь было 4 мл, и вот я так понимаю, что если покупать вот за 3 800, здесь будет 6 штук таких по 4 мл, то есть это, в принципе, одна доза. У меня этого не хватило на целую голову, я не смогла это распределить. Да, можно говорить, что у меня ручки там кривучки, и если бы я была умница, я бы вот все на прядки бы разделила, потом следующую прядку еще и опять, и все бы распределила. У меня ощущение, что, во-первых, на всю голову этого не хватает, во-вторых, может быть, вот девушка там с короткими волосами, ей это было удобно, мне это было неудобно. Я очень старалась нести где-то ближе к коже головы, чтобы это на волосах, на корнях не осталось, чтобы действительно хоть какой-то эффект на коже головы почувствовать. Не знаю, мне кажется, было как в том видео, весь завод чувствует, а он не чувствует, когда Дулина пыталась соблазнить повариха. И вот, может быть, конечно, все чувствуют, я ничего не почувствовала, и мне это средство показало странно. Если бы хотя бы у него была какая-то пипетка или какой-то узкий носик для того, чтобы распределить как-то, чтобы это было удобней, все равно все масло оказывается в итоге на волосах, все равно как-то по всей голове это не распределилось, я не смогла этого понять. Дальше у нас Клоранс. Молочко для тела Lift Fermete, супер подтягивающее такое молочко для тела. Я его уже как-то пробовала, в принципе, эти средства, они не то чтобы делают действительно какую-то невероятную дикую разницу, просто если вы ничего не использовали, никакое средство для кожи тела, то это будет очень круто, вы прям заметите и подтяжку, и эффектом какое-то увлажнение, а всего остального. Если вы до этого что-то использовали, можете вообще ничего не заметить, но вот это средство мне очень нравится, и вот в следующей коробке я уже пробовала тоже вот новое средство антицеллитное, оно мне вот, ну вот как бы, не буду забегать, если сравнивать два вот этих средства, вот это вот лучше. Здесь есть явно и увлажнение, и легкое быстрое впитывание, но по консистенции, даже не знаю, стоит ли это показывать, вот такой вот крем, он достаточно быстро впитывается, при этом увлажняет, хорошо кожу питает, ухаживает за кожей, и что мне нравится в этом средстве, что эффект лифтинга, он не из-за того, что какой-то гель засыхает на коже, потому что вы сами знаете, вот эти антицеллитные гели, вы их наносите, они какой-то пленкой такой на коже остаются, и кожа более гладкая, вы понимаете, что это просто за счет того, что тонким слоем этот гель остался. Здесь все-таки крем, крем впитывается, кожа становится более гладкой, ну и из-за того, что в этом креме содержится, ну и из-за того, что кожа более увлажненная, более напитанная, в общем, это средство мне понравилось, у него достаточно такой демократичный расход, как мне показалось. Дальше маска от Skin Iceland, двухфазная, которую мы вот, мы, те, которые заказываем коробочки, очень давно уже видели и пробовали. Также две, по-моему, такие вот маски идут в наборчики, которые я заказывала Skin Iceland, там, где крем-антидот, и изначально мне эта маска вот по первому применению, она мне не очень понравилась, потому что она очень агрессивная. Тут очищение за счет голубой глины, она двухфазная, сначала мы наносим эту глину, а потом гель-активатор, который просто прозрачный. И в коробочке Skin Iceland отдельный с коробочной бокс тоже было, по-моему, это средство, и я о нем рассказывала. То есть я рассказывала о нем уже несколько раз точно в видео. И вот первые разы маска показалась мне очень такой термоядерной и ту-мач для моей кожи. И вот если использовать это достаточно редко, и не совмещать ни с кислотами, ни с какими-то другими процедурами или средствами, которые делают кожу более сухой, более чувствительной, либо в потенциале могут ее такое сделать, то эта маска может отлично очистить, насыщить кожу кислородом, как здесь говорят. Ну просто я так понимаю, что здесь идет агрессивное достаточно воздействие на кожу, именно для того, чтобы к ней кровь приливала, чтобы она выглядела более свеженькой и здоровенькой. Ну совершенно точно это для меня не какой-то must-have, и не то, что я бы хотела даже раз в неделю применять. Вот дальше. Бибит блеск бальзам для губ от L'Etoile. Сейчас я вам покажу. Посмотрите. Если вы ни разу не видели, то ну что это вам сразу же это напоминает? Что? Первая ассоциация, мне кажется, у всех это Clorans. Сейчас вот вы еще вот это увидите, и вы поймете, что это просто тотальнейший Clorans. Вот он этот оттенок. Конечно, не будет таким, если мы его распределим. Вот, вот, вот такая вот штучка. Когда сети запускают какие-то вещи, то естественно, что они собирают все самое продаваемое, популярное, то, что нравится людям, и делают это с ингредиентами попроще, и запускают по более низкой цене. Вот это такая история. Оттенок 203. Очень нейтральный, здесь довольно мало блеска, при этом есть уход. Он у меня лежит в сумочке, этот бальзам. Я его взяла для того, чтобы тестировать. Он там так и остался. Действительно, очень хорошее ухаживающее средство. С легким блеском, практически без цвета. Но все-таки что-то на кубы это добавляет. И можно также не смотреться в зеркало, вот так вот нанести, где-то находясь в походных условиях. В целом, очень хорошая вещь. Мне понравилось то, что нет дополнительной сухости. Вот от многих каких-то бальзамов ухаживающих, это гигиеничек. Чем больше вы их наносите, тем больше вы мешаете коже нормальным образом обновляться, и тем больше шелушений. Поэтому, если у вас какой-нибудь замкнутый круг шелушений в какое-нибудь зимнее время, то лучше перейти на кремы для губ, либо пробовать другие какие-то средства. Дальше маска для лица Tolerance Extreme от Aven. И у меня не маска, у меня эмульсия. Тоже это серия Tolerance Extreme. Это их новая линия, где минимальное количество ингредиентов, и где нет консервантов. Это увлажняющая эмульсия, которая должна успокаивать кожу, приводить ее в порядок, если, опять же, что-то агрессивное мы с ней сделали. Но так как это эмульсия, я не увидела от нее особого эффекта. Вот если уж брать, так брать крем. Тогда будет полный эффект. Но для жирной кожи, при этом чувствительной, реактивной, это будет очень здорово. Я пробовала тоже после каких-то масок, после чащих средств. Да, есть легкое такое ощущение прохлады и успокоения кожи, но этот эффект достаточно быстро проходит. То есть на день, вот так вот, чтобы нанести только эту эмульсию, и с вашей кожей весь день будет все в порядке, мне кажется, это будет маловато. Либо нужно это наносить, как какое-то целебное средство, слой за слоем, там, раз в пару часов, либо все-таки я бы остановилась на креме, и вот здесь у них должна была быть маска. Маску было бы интереснее попробовать. И вот дальше как раз маска. Маска для лица тканевая. Pure 5 Essence. Такая вот маска. Думаю, что эту упаковку уже наверняка где-нибудь видели, потому что это не новинка. Просто тканевая маска какой-то мега-магии, я от нее не заметила, но опять же маска, это было хорошо, питательный, здорово для кожи. Следующий это аромат. Аромат от MAC. И вот MAC, возможно, вы тоже уже об этом слышали, они запустили ароматы, которые совпадают по названию и по настроению с оттенками помад. Мне достался Velvet Teddy. И я, честно говоря, ожидала, что раз это вот такая вот идея, просто может привлечь внимание к помадам или что-то такое, а вот давайте вот еще вот это замутим. Я ожидала, что это будут какие-то попсовые ароматы, ничего интересного, но вот этот аромат, он очень интересный. И первое, что я в нем почувствовала, это воск, это ладан, это мед, это действительно ощущение вельвета, вот какое-то что-то глубокое, и при этом нельзя сказать, что какое-то навязчивое, преследующее, тяжелое. Но легким этот аромат тоже нельзя назвать, но вот эти медовые какие-то нотки, в общем, действительно о нем можно порассуждать, даже мне, человек, который в ароматах ничего не понимает. Я была очень удивлена. И предполагаю, что остальные ароматы и оттенки тоже интересные. Вот, кстати, оттенок, если судить даже по самому пробнику, то оттенок тоже такой, который был бы мне приятен, который бы мне подошел. И аромат тоже мне понравился. Я еще не знаю, буду ли я покупать его в полном размере, насколько комфортно мне в нем будет, например, там в течение 3-4 дней подряд. Но это было очень интересно, это было здорово, и это было что-то новое, вот действительно что-то новое. Мне даже положили целых две вот такие вот картиночки с ароматами. И все, мы вернулись к началу. В общем-то, это все, что было в коробке. И у меня еще был бонус. И я сначала что-то не поняла, что это такое, а это оказался бонус. Это была коробка юбилейная, посвященная дню рождения блога, и подарков было очень много. Я подумала, блин, вот если и в этот раз я тоже не получу никакого подарка, это будет уже настолько статистически странно, а что уже надо будет вызывать специалиста по заговорам и НЛО. Но, тем не менее, оттенок мне достался странный. Имхо, in my humble opinion, он не носибелен. Я вот сегодня пыталась что-то воссоздать, ну, похожее на этот оттенок, потому что я не хочу вот с таким оттенком сидеть в целое видео, и мне вообще не понравилось, когда я его нанесла на губы, это какой-то оттенок не для меня. И жаловаться на оттенки, конечно, странно, может быть, вы просто не умеете их носить, но мне кажется, вот этот вот вызов с вот такими вот оттенками, которые вот, ну, настолько они ненатуральны, я даже не знаю, куда вот это коричневое можно вписать, в какой макияж, чтобы это выглядело норм. Мне кажется, что здесь оно еще выглядит как-то чуть светлее из-за освещения, но на мне это было реально ужасно. Ну, именно в моем понимании, как я это вижу, и всякие черные помады, коричневые вот такие вот темные, еще какие-то, которые вот идет помада, от человека за ней уже не видно. Это понятно, что это какой-то вызов, это какое-то заявление. Типа, посмотрите, какая я вся из себя необыкновенная, очень смелая и крутая. Вот у меня вот какие-то такие ассоциации. Во всей видимости, для такой помады вызова я не сосрела. Черные помады, темные на губах, мне кажется, странные. Если уж говорить о темных, то пусть это будут ягоды, но не что-то такое коричневое. И это все, что было в коробке. Спрашивали меня относительно моего мнения о коробке. Коробка классная, мне кажется. Я думаю, что она удалась. Здесь много средств. Средства разнообразные. Средства для лица, для тела, для волос. Такой байзам для губ, который можно отнести и к уходу, в принципе, и к мейкапу. Лак для ногтей. Интересный аромат. Даже если он вам не подошел, это все равно какая-то новинка. Это что-то интересное. Хотя бы повод порассуждать, подходит ли вот этот аромат, который вам достался, тому оттенку помады, с которым он должен сочетаться. Ну, что-то интересненькое, по крайней мере. Коробка, в общем, в принципе, закрыла очень много разных потребностей из того, что вам могло быть нужно, из того, что вам хотелось попробовать. Не все продукты для меня новые, но что-то действительно прям настоящие новинки-новинки. То есть они вот недавно вышли, практически сразу попали в коробочку. Типа вот этой серии от Aven. Также духи мак. И вот эта сыворотка Ultra HD, мне кажется, тоже вышла не так давно. Это все на сегодня. Я благодарю за то, что вы были со мной. Обязательно пишите ваше мнение об этой коробке, о том составе, который у вас был, потому что кое-что могло отличаться. Что из этих средств вы пробовали, что вы полюбили, что вам вообще не подошло. И оставайтесь на здоровье, красиво, позитивно, на нашей коробочной волне. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!